Hola! Всем большой привет! И я продолжаю учить испанский. Año nuevo es un nuevo comienzo, что означает новый год, новое начало. От слова comenzar, начинать, comienzo это начало, старт, comienzo. И многие из нас перед Новым годом ставят себе какие-то новые цели, принимают новые решения, то есть придумывают себе какие-то правила, по которым они собираются жить в Новом году. Ведь Новый год это новая жизнь. И сегодня речь как раз пойдет об этом. И есть испанское слово la resolución. Мы узнаем слово резолюция, да? La resolución, что означает решение. Есть выражение принимать решение. Tomar una resolución. Tomar una resolución. Вспоминаем, что слово resolución это слово женского рода. Resoluciones de año nuevo это как раз таки те решения, которые мы принимаем на Новый год. Те цели, которые мы ставим себе, да? Те обещания, которые мы сами себе даем. Такие обещания самим себе, такие клятвы, они очень популярны среди американцев. Я думаю, у всех на слуху New Year's Resolutions. New Year's Resolutions. Как раз таки Resoluciones de año nuevo. И есть еще одно слово испанское, оно мне почему-то больше нравится, кажется больше испанским. Это el propósito, что означает обещание, намерение, цель, решение. El propósito. И можно сказать Propósitos de año nuevo. Propósitos de año nuevo. То есть это цели на Новый год, решение на Новый год. Propósitos de año nuevo. И это слово интересно еще тем, что если мы добавим a, скажем a propósito, то это будет означать намеренно. То есть с какой-то целью. Преднамеренно. То есть что-то, если вы делаете нарочно, специально, с умыслом, можно сказать. A propósito. И второе его значение – это очень вовремя, кстати. По-русски даже говорят, когда очень-очень вовремя, говорят, как нельзя кстати. То есть вовремя, кстати, когда что-то происходит своевременно. А пропосито. И, конечно же, мы можем сказать но а пропосито, но а пропосито, и тогда это будет означать в первом его смысле ненарочно, не специально, непреднамеренно, не умышленно. И во втором его значении но а пропосито будет означать не вовремя. То есть, наоборот, не своевременно, не кстати. И я хочу поделиться с вами некоторыми своими пропоситами de año nuevo. Leer más libros. Leer más libros. Читать больше книг. Ser más feliz. Ser más feliz. Быть более счастливой. Vivir una vida más sana жить более здоровой жизнью и заботиться о себе. Gastar menos dinero en cosas que no necesito. Gastar menos dinero en cosas que no necesito. Тратить меньше денег на вещи, которые мне не нужны. И aprender español. Aprender español. Учить испанский. И как раз таки с последней целью мне поможет YouTube-канал, который я вам очень сильно рекомендую. Канал называется Español con Juan. Ссылку я оставлю внизу. Обязательно посмотрите пару видео. Если вам понравится, это будет, ну, очень полезный контент. Ведущий канала Juan, он испанец, который уже много лет живет в Англии. И он преподает, он обучает иностранцев испанскому. У него очень такая веселая, легкая методика обучения. и у него очень хорошее чувство юмора. И что очень важно для меня, ну, может быть, и многим из вас, когда я ищу какой-то канал для себя на испанском, то я всегда натыкаюсь на испанцев, которые говорят очень быстро. Их слова просто летят. Я понимаю какие-то фразы, но если только я отвлекусь и подумаю о какой-то фразе чуть больше, чем там, наверное, доли секунды, то я начинаю терять всю суть. То есть, они настолько быстро говорят и не повторяются. А вот Хуан, он, как говорится, его многолетний опыт говорит ему о том, что людям, которые только начинают изучать язык, им хорошо бы повторить одно и то же несколько раз. И он это с удовольствием делает. и делает это просто очаровательно. Если вы посмотрите парочку видео и вам подойдет этот стиль, то это будет просто здорово. Он много раз повторяет, говорит в хорошем темпе, все очень понятно. Я обычно смотрю сперва просто так, радуюсь, если все поняла. Второй раз я начинаю некоторые вещи записывать и потом через несколько, ну, некоторое время еще и повторяю это. То есть, мне очень нравится. Вот этим я хотела с вами сегодня поделиться. Всем удачи! Адьос!